Звездам просто жизненно необходимо, чтобы о них говорили, писали, поэтому они выкладывают изнанку своей жизни. Ну что же делать? Работа такая, чтобы о них помнили, говорили, приходили на их концерты, смотрели их видео. Всевозможность монетизирует себя. Ну а для простых работяг-артистов есть, пожалуй, на мой взгляд, три рецепта. Один из них простой и сложный одновременно. Бегайте по всевозможным кастингам, конкурсам, участвуйте в творческих соревнованиях. И, может быть, вас заметят, снимаетесь в ток-шоу, в шоу, в проектах. Лучше, конечно, в хороших, но это же тоже путь, чтобы вас заметили. Второй способ, этот способ, которым я случайно когда-то много лет назад воспользовался, делайте что-нибудь эксклюзивное. Много лет назад, кроме меня, в Петербурге с мыльными пузырями, ну, единицы выступали, и эти артисты больше, чем я, гастролировали. А потом я, благодаря своим мыльным пузырям, поехал по России и матушке кататься. То есть делайте то, что они делают другие. Это способ номер два. Ну и способ номер три, я так как-то плавно перетек в него, в эту категорию, наращивайте свои творческие мышцы. Ну, что я имею в виду, расширяйте свой репертуар. То есть пели, начните танцевать, там, летать, показывать фокусы. Ну, я, например, да, то есть у меня есть там лазерный номер, у меня есть номер мыльные пузыри, у меня, ой, занудно, какой я заговорил, дрессированный квадрокоптер, клоуна, да. И еще я репетирую, добавляю. То есть расширяйте постоянно свой репертуар, работайте над собой. И таким образом, я думаю, вы нащупаете что-то интересное, свою дорожку творческую. И не с этим так, с другим, не с другим так, с третьим. Вот там, позвонили мне, нужен коверный клоун, пожалуйста, запросто. Позвонят, нужен фокусник, ради бога. Нужны мыльные пузыри, замечательно. Нужны дрессированные квадрокоптеры, восхитительно. Летающие карты, потрясающе, отлично. Нужно все вместе, да слава тебе, господи. Да и вот так вот, знаете, вот, например, для гастролей набирается бригада. Бригада состоит из большого количества артистов, да. А если вы один, можете в нескольких жанрах работать, хотя бы в двух, лучше в трех или в пяти, так вы замените собой двоих артистов, троих артистов. А организаторам гастролей это часто, ну, более-менее, ну, то, что более-менее, а это экономия конкретная. Одно место в самолете, одно место в поезде, в поезде, гостинице. Да и с вами, вам платя объем зарплаты, немножечко можно сэкономить, попросить там небольшую скидку, и они сэкономят, и вы заработаете. Так что наращивайте свои творческие мышцы в любом случае. Ну и будьте интересными. Всем счастья, мира и добра. Это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok есть.